Авторы семи проектов из Ненецкого округа при поддержке нефтяников смогут реализовать свои смелые планы. Всего на 14-й конкурс социальных и культурных проектов компании «Лукойл» поступило 196 заявок, в том числе 22 из нашего региона. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Усинском дворце культуры. В этом году к традиционным номинациям «Духовность и культура», «Спорт и экология» добавили новую молодежные инициативы и очередили в честь Года волонтеров России. От нашего региона в этой номинации отмечен волонтерский молодежный проект музея-заповедника Пустозерск «Авакумовы пенышки». И в рамках этого проекта мы хотим отремонтировать памятник на месте казни протопопа Авакума. Дело в том, что в 2020 году исполняется 400 лет со дня рождения протопопа Авакума, будет много мероприятий. И вот к этой дате мы хотели бы привести в порядок вот этот наш памятник, который был установлен в 1989 году. Но особенность нашего проекта в том, что мы к реализации этого проекта привлекаем волонтеров, мы привлекаем молодежь, которые очень активно участвуют у нас вообще в развитии нашей территории. А вообще мы уже не первый раз являемся победителями. В прошлом году мы стали победителями сразу трех проектов. В номинации «Спорт» из 51 претендента жюри определило 19 победителей. Трое из них из Ненецкого округа – Дворец спорта «Норд», Клуб любителей лыжного спорта и школа номер 5. Финансовую поддержку на реализацию своих проектов также получили Клуб созвездия поселка Искателей, Государственный заповедник Ненецкий и школа поселка Красное. Всего в творческом состязании одержали победу 69 проектов из 196 заявленных. Идея конкурса достаточно проста и понятна и нацелена на поддержку инициатив некоммерческих организаций, частных лиц, направленных на решение различных социально важных актуальных вопросов, которые есть в городах и регионах присутствия компаний. Конкурс социальных и культурных проектов помогает регионам, где работает Лукоил, не только решать острые проблемы, но и реализовывать творческий потенциал местных жителей, поддерживать их гражданскую активность. От имени правительства Республики Коми я рада вас сегодня приветствовать. Это потрясающий повод очередной раз увидеть, как можно менять мир в России, которая признанно является страной возможностей. И мне очень приятно, что благодаря компании Лукоил Коми, благодаря благотворительному фонду Лукоила, действительно возможности реализуются. С каждым годом состязания инициативных северян набирают все большую популярность. Начиная с 2005 года в конкурсе приняли участие около тысячи заявителей. Более 260 стали победителями. Ирина Никешина, Оксана Гаврилова, Семен Басистов, Телеканал Север.